Также Аллах, Субхану Алина, нам побуждает и говорит, когда человек думает, если я сейчас поделюсь своим имуществом, дам нуждающимся, может быть, у меня закончится это, мне не останется. Аллах, Субхану Алина, нас радует, говорит, не бойся. То, что вы тратите на пути Аллаха, Аллах вас заменит, даст вам больше, вернет вам. Уже при этой жизни, в судный день, вы увидите. И самый лучший, тот, кто дает ризг, дающий удел, Аллах, Субхану Алина. Ты даешь, делаешь это ради Аллаха. Говоришь, Аллах, Субхану, ты любишь, когда твои рабы дают садака, но эти дни более любимы для тебя. И я делаю то, что ты любишь. Я Аллах, Субхану Алина. И самый лучший садака, уважаемые братья, как нас обучил пророк Мухаммад, салаллаху алейкум ассалям, садака аля дзир рахм аль каших. То есть самый лучший садака, это когда ты даешь нуждающему, твоему родственнику, который плохо относится к тебе. Самый лучший садака, когда ты даешь нуждающему родственнику, который плохо относится к тебе, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейкум ассалям. Да, может быть, это брат, может быть, это сестра, может быть, дядя, может быть, тетя, может быть, кто-то из своих родственников. Ты знаешь, что он плохо к тебе относится. Он проявляет некую сухость по отношению к тебе. Где-то может быть неуважение, но ты делаешь это ради Аллаха, Субхану Алина. Вот здесь проявляется именно более искреннее намерение, потому что ты делаешь это не ради него, ради Аллаха Субхану и Та'ля даешь. Ради Аллаха Субхану и Та'ля делаешь. Это самое лучшее из садака, как сказал пророк Мухаммад.